Добрый день! Меня зовут Сергей Покоев и я вам расскажу о расширении типовой административной панели Bittrex. В рамках данного урока вы научитесь создавать свои кнопки в панели управления, расширять меню админки, создавать свои страницы в админке, модифицировать типовые страницы админки, а также ознакомиться с рядом API-функцией для работы с административного раздела. Давайте начнем с самого простого. Добавим кнопку на панель управления. Для этого нам понадобится функция AddPanelButton класса C-Main. Сюда мы можем передать ряд параметров, таких как ссылка на кнопки, путь от корня сайта картинки, которая будет выведена на кнопки, текст всплывающей подсказки на кнопки, индекс сортировки для группы кнопок. Тут мы можем разместить кнопку среди стандартных кнопок, либо вывести в свою группу, если сортировка не совпадет со стандартными кнопками. Также следует учитывать ту особенность, если ваша кнопка расположена слишком справа на панели управления и разрешение экрана не позволяет ее показать, она не помещается, Соответственно, она скроется и пользователь ее никогда не увидит. Давайте я вам это продемонстрирую. Берем, уменьшаем размер экрана и у нас вот есть кнопка SEO-модуль, изменить SEO-свойства, да? Она у нас безвозвратно скрывается, то есть пользователь ее никаким образом не может вывести. Соответственно, если будем тянуть дальше, то у нас будут пропадать и остальные кнопки так до бесконечности. Поэтому эту особенность надо учитывать. Задавая сортировку, не надо задавать слишком большую, размещая очень далеко справа. Далее, какие еще параметры мы можем передать? Это индустировки кнопки, внутри уже группа кнопок, тип, размер иконки, ну, большая или маленькая. Также мы можем еще передать ряд параметров, с ними вы можете самостоятельно разобраться. Если у пользователей не хватает прав на ту или иную операцию, и вы хотите в любом случае вывести кнопку, то необходимо ссылку оставить пустой. При этом кнопка будет выведена черно-бело и без ссылки. Ну, с функцией мы определились. Но как ее вызвать, какой момент исполнения страницы? Для этого у нас есть событие, которое называется OnPanelCreate. Данное событие вызывается в момент сбора данных для построения панели управления в публичной части. И, как правило, она как раз использует таких целей, как наша. Вот. Ну, соответственно, давайте перейдем теперь к практической части. И я вам все наглядно покажу.